ну вот мы и добрались до дачи доехали сегодня хорошо пятница после обеда я в отпуске настроение отличное потому что доехали очень быстро давайте покажу вам расскажу про свою дачу дача у нас небольшая где-то 7,5 соток две сотки сразу отдали под огород две две с половиной огород небольшой но для того чтобы вырастить свежие овощи и зелень нам хватает причем у нас семья не маленькая все наедаются отлично поставили в том году теплицу пока еще и осваиваем учимся на канале есть видео когда мы ее чистили можно посмотреть сколько в этом году было снега вот она год простояла все будем выращивать огурцы помидоры в этом году так дальше у нас банька банька у нас небольшая а точнее даже маленькая само строение с верандой 6 на 3 сама баня где-то в четыре с половиной но может чуть больше на 1 3 есть две маленькие комнатки и соответственно сама парилка если будет интересно пишите в комментариях я обязательно вам проведу тур по бане банька топится очень быстро это ее основной плюс она каркасная поэтому как термос температуру делать держит долго до 60-80 градусов за час растапливаться даже когда на улице минусовая температура минус там 5-10 градусов вообще легкую вот сейчас сильно мы уже ее не топим раньше топили до 120 выпрыгивали с этой бани сейчас нет сейчас делаю нормальную русскую баню чтобы посидеть с удовольствием попариться это наша кухонька строение красивое окна в пол французские много света но летом я вам честно признаюсь там от там так раскаляется если на улице плюс 25 то там внутри плюс 40 в тенечке давайте вам покажу что внутри тут отдельный комментарий писать не надо наша кухонька тоже небольшая летняя в том году сделали здесь пол повесили телевизор так потихонечку обживаемся вот если будете строить для красоты да для функциональности не вздумайте лучше построите беседку нет на блок без хозблока на даче не точно никуда мы целый год без него прожили проблема в том что не лопату а поставить не тачку некуда поставить обрастаешь всем добром очень быстро поэтому вот первый опыт строительства сами все построили есть фотографии заходите на мой инстаграм нам показан процесс строительства всего хозблока строили мы где-то примерно месяц строили вдвоем с отцом девушки нам помогали наши жены и мама вот думал через год завалится да нет простоял принципе фундамент с учетом тоже у нас пучинистые грунты не сильно его не ведет есть конечно косички которые мы потом конечно же исправим поэтому опыт есть дом можно начинать строить что-то я вас наверное уже заболтал сегодня мы на дачу приехали готовить приехали готовить вкусную уху давайте переодеваться и начнем а все пусть вода наша закипает а мы займемся пока рыбой уха у нас сегодня будет из судака разделаем нашу рыбку сегодня ухи делаем немного поэтому одного судака нам хватит голова нам понадобится для бульона хвост и плавники вставляем и хвостик на бульонах отлично и отрежем плавнички чтобы ухо было понаваристей катушку почистим так судака промыли нарезаем его стейками но прежде чем нарезать стейками я обрежу еще все его острые плавники не мало того что твердые я вот пока чистил два раза укололся вот так так есть будет его гораздо безопаснее все теперь можно нарезать стейками так теперь что делаем с головой хвостом и плавниками нам по варить бульон, чтобы бульон был чистый и прозрачный, положим хвосты и голову марлю, чтобы потом не процеживать. Кому это надо на даче, брать с собой дополнительную посуду, что-то там цедить. Два узелка и все, одной проблемой меньше. Так, рыбка у нас для бульона готова. Возьмем одну луковицу и морковку. Морковку мы предварительно помыли, почистили хорошо, поэтому срезаю шрубки и все. Это все отправляется в бульон, точнее в воду. Будем варить бульон. Вода у нас закипает, отправляем туда луковицу, две морковки и нашу рыбку. Пусть варится. Варить будем примерно минут 20, может быть 30, чтобы бульон получился насыщенным и наваристым. Времени показываем все морковкой, картошкой и зеленью. Для начала режем картошку. Кто-то любит покрупнее, кто-то любит помельче. Дело любителя, дело вкуса. Я буду делать средние кусочки, так, чтобы в ложку помещалось. Кому на майске надоели шашлыки и хочется что-то новенькое делать и уходит. Беспроигрышный вариант. Но если все-таки шашлыков хочется на майске отведать, в ближайшее время я выпущу видео с настоящей шашлыком СССР. Как мы ели раньше. А вообще, если есть какие-то пожелания, я вот в сомнениях. Что сделать? Лагман, плов в казане. Поделиться с вами своими секретами. То, что я открыл. Я два года учился плов делать так, чтобы он получался вкусный. Рисенка к рисенке, чтобы не подгорал. А сейчас получается плов пальчики оближешь. Хоть и учился на советах мировых поваров. Сразу не получалось. Потом ничего. Приноровился. Осталось порезать морковку. Морковку режем колечками, но не сильно толсто. В уху режу только колечками. Во-первых, кто ее не любит, легко выловить. А тот, кто ее любит, она просто радует глаз. На жопке сидим. Маграда повара. Честно заработанная. Так, 25 минут прошло. Пора заглянуть в нашу уху. О, какая наваристая получилась. Так, достаем наш лук, нашу морковку и, собственно, рыбу. Вот эта наварилась. Добавляем нашу картошку и морковь. Как раз отлично получилось. И сытная уха получится. И жиденько. Все, закрываем и ждем до полуготовности картофеля. 10 минут прошло. Картошечку мы уже попробовали. Она почти готова, поэтому сейчас добавляем соли. Так, я добавляю столовую ложку и обязательно нужно попробовать, потому что на вкус и цвет все фломастеры разные. Вкус своих близких я знаю. По соли я могу угадать. Почти угадал. Даже чуть-чуть пересолил, но не страшно, еще будет рыба. Она все исправит. Сейчас наша задача в следующем. Отправляем рыбку. Говорится, ее чуть-чуть притапливаем. Наши большие вкусные кусочки судака. Так, и наши приправки. Так, примерно у меня здесь 4 литра ухи. Соответственно, 3 лаврушечки. Будет самое то. И черного перца горошком. Я перец люблю. Поэтому от души посыплю. Наверное, горошком 15. Он у меня мелкий. Все закрываем. Пусть варится. А мы пойдем пока подготовим зелень. Почти все готово. Это мы съедим. Он не пропадет у нас. Как я напоминал, правила хорошего повара. Ничего не должно пропадать. Так, рыбка у нас подготовилась. Добавляем нашу зелень. Немножко перемешаем. Ну и теперь, чтобы уха была настоящей ухой, как это положено, добавляем немножко дыма. Так, чтобы он прям там хорошо. О! Кушается божественно просто. Ну а сейчас мы с моим оператором, моей лучшей женой, Танюшкой, отведаем наши ухи. А вам приятного тоже аппетита, если вы едите вместе с нами. Я понял, чего не хватает. Он так просто божественно. Перчик. Другое дело, бульон насыщенный, рыбный. Честно, я по нему уже соскучился. Вкус. Вот именно суп, когда без зажарки делаешь, он больше такой естественный. Нет лишнего масла. Очень вкусно. Друзья, пробуйте, делайте. Картошка, морковка. Всю зиму такого не ел. Очень вкусно. Друзья, повторяйте мой рецепт. Оператор, скажи, вкусно? Только честно, не обманывай никого. Безумно. Не, ну что за безумно? Давай по существу. Настоящая пара. Царская. Да, еще туда 50 грамм водки добавить. На мой взгляд здоровый образ жизни. Но вы можете сюда добавить. Что, дорогие друзья, пора с вами прощаться. Пишите в комментариях, что приготовить в следующем блюде. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok